Друзья, всем привет с юга Украины, здесь на нашем Южном фронте, опять работаем, помогаем нашим сбройным силам, освещаем ситуацию, но сейчас хочу поговорить с вами об очень важном, о геополитическом, ну и вообще очень стратегических событиях, которые сейчас происходят на Кавказе, и речь пойдет о Карабахе. Вы знаете хорошо эту историю, сейчас объясню, что она значит для Украины и для всего мира, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, только здесь больше полмиллиона человек знают всю информацию, мы разбираем с вами самые важные кейсы, стримы, включения, все самое интересное здесь. Итак, Карабах и ситуация там. Дело в том, что, ну мы с вами говорили, что вторая армия, да, в мире, как они себя любят называть, показала себя в полной красе, значит, в сражениях с трактористами из Сумской области, из ТЭР-обороны, ну до наших сбройных сил, кто дошел, тот уже, ему сложно рассказать о том, как было дело, вот. Ну а так и громит даже наша ТЭР-оборона, поэтому на это есть соответствующая реакция мира. Азербайджан на все это посмотрел и тоже там начал предпринимать действия. История там очень сложная, я сейчас не буду входить в ее перипетии между историей между Азербайджаном и Арменией. Ну вы помните, недавно была война, Азербайджан отбил часть Карабаха, а часть там, значит, есть так называемые миротворцы российские. Ну, конечно, так называемые, потому что, как обычно, кто такой российский миротворец, да, российские миротворец уже смешно. Да, Россия может делать только войну, больше ничего Россия делать не может, поэтому они, их туда, собственно говоря, особо никто не звал, никаким миром они там не занимаются, а просто они в определенный момент, когда там развивалось наступление Азербайджана, встали между азербайджанскими и армянскими войсками и какую-то часть территории заняли. И таким образом, значит, Россия собиралась опять дальше влиять на обе страны, играться и с одной, и с другой. Но тут началась авантюра в Украине, война, которая забирает все больше их ресурсов, и они начали перекидывать свои силы в Украину, потому что там терпят колоссальные потери. И вторая армия в мире оказалась на самом деле первой, но только по потерям. Первая армия и по потерям. В общем, поэтому начали перебрасывать, и Азербайджан начал исполнять, как он понимает, то соглашение, которое было между тремя странами заключено, и там занял несколько сел в Карабахе. В ответ на это Россия, Минобороны России, которая только умеет фейки распространять про перелетных птиц и рукокрылых, нас с нами не головожопые, они написали письмо, письмо в Минобороны Азербайджана. И вот это ключевой момент сейчас, это будет ответ на это письмо. Во-первых, потому что все это публично происходит. Ну и как же ответил Азербайджан? Друзья, ну вот как ответил Азербайджан. Да, вы поняли. Минобороны России было послано вслед за русским военным кораблем. Во-первых, Азербайджан сказал, вы там класс карты неправильные? Какой Нагорный Карабах? Нет такой обминъединицы. Вы там разберитесь. Село вы пишете? Так вы неправильное его название даже говорите. Вы там что, севухи перепили? Ну в общем, ответ такой, что весь мир, друзья, миф о Великой Армии лопнул. А если у империи нету Великой Армии, если у империи нету силы, а что тогда у нее есть? И тогда, извините, но вы никакая не империя. Тогда сидите и пишите письма мелким почерком друг другу. Не надо нам ничего писать. Вот что ответил Минобороны Азербайджана. В общем, сам тон письма, текст письма, но он такой, что он их просто посылает подальше. И скажите мне, как вы думаете, могло такое письмо появиться еще 34 дня назад? Нет. А сегодня может. Почему? Потому что есть Украина, которая дала прикурить этой армии мира и показала, что это все, друзья, абсолютно мыльный пузырь. Друзья, абсолютно мыльный пузырь. Вот, собственно говоря, что произошло. Это очень важно. Но давайте дальше идем. То есть Азербайджан первым понял последствия вот этой украинской авантюры и на самом деле, что она значит. И осознал, что способна Россия, а на что не способна. Ведь мы же с вами понимаем, что Азербайджан не сам по себе. Рядом с Азербайджаном стоит их стратегический союзник Турция. И это означает, что все эти действия и это письмо, это все согласовано, конечно же, в координации, я бы так сказал, с Турцией. Потому что если что-то Рашка попробует там дальше, пусть попрет буром, то тут уже Турция не оставит в стороне своего союзника. В этом нет сомнений. Кстати, по поводу того, кто как оставляет союзника, обратите внимание на Армению. Вот Армения, это член ДКБ. И как ей помогает Россия? И вот нам часто говорят, да, НАТО недостаточно помогает Украине, популярная тема. И в Рашке любят ее рассказывать, да и у нас. И мы, конечно, хотим большего. Но, друзья, НАТО нам помогает оружием, инструкторами, технологиями. Ну, то есть реально помогает боеприпасами и так дальше. А как помогла Россия Армении? Письмо написала? Ну, это, конечно, фантастическая помощь. Россия никакой не союзник. И в очередной раз в этом вы могли убедиться. Вот, кстати, заезжая в Николаевскую область, это богоспасаемое Коблево. Прекрасное место, в котором вы еще, думаю, друзья, сможете отдохнуть. Не думаю, я уверен, когда здесь станет спокойно и безопасно. И это обеспечит наши сбройные силы. Поэтому посмотрите, обратите внимание, да, что из себя представляет Россия как союзник. Ну, а что из себя представляют страны НАТО и в том числе Турция. Вот это показательно. Ну, и вообще Турция ведет большую игру. Турция смотрела первые дни, а что же будет в Украине? Удержим? Удар? Нет. И когда они увидели, что Украина этот удар принялась, держала, и сегодня начинает давать уже сдачу, то и у Турции в них очень большой интерес и очень большие планы. По поводу всего них, идеи пан-тюркизма для них очень важны. Ирдогану они очень близки и вообще туркам. Они не зря показывают целые карты тюркоязычных, в которые входят огромное число регионов Российской Федерации нынешней. И это правда. И у них есть большой к этому интерес. Плюс страны Средней Азии, Центральной Азии. Все это поле большой игры, которое сегодня открывается, потому что все увидели, что Рашка просто блефовала. А на самом деле, собственно говоря, отвечать ей-то особо и нечего. Когда я хочу вам напомнить, что все эти военные победы России за последние столетия, которыми она так гордится, а какие же там были бы победы без Украины? Наполеон с украинцами. Вторая мировая война, ну так ключевую роль сыграла Украина и украинские солдаты. Просто мы не кричим, можем повторить. Мы не империя, которая бьет себя в грудь и пытается лезть куда-то. Мы просто воевали, когда надо было воевать. Воевали так, что весь мир охнул. И сейчас опять весь мир поражен. Буквально вчера в СНН включался. И только одно, поражены как уровнем, как уявит наша армия. Когда надо строить, сеять. Строим, сеем. Надо ракету в космос отправлять. Это украинцы ее отправляли. Вот, собственно говоря, и все. И империя на нас это держалась. А теперь она решила на нас напасть. Ну, тогда получит и поймет свое место. И сегодня это место понимают во всем мире. И это очень, на самом деле, важная ситуация. Поэтому другие страны. Там уже японцы вспомнили про Куриды. Молодцы. Поляки заговорили о Калининградской области. Кёнигсберг. Друзья, пора. И там вот пусть немцы с поляками разберутся, чье это. Поэтому грузины, молдаване. Поднимайте голову. И возвращайте свои территории. Смотрите, например, тех стран, которые уже это делают. Друзья, держим строй. Вот такие вот интересные были новости для всех вас. Друзья, и закончите этот блог. Это знаково близкие от Николаевщины. Посмотрите, место подвига азербайджанско-шкорейская область. Это же не только лет, но и карта свар.